физкульт привет друзья сегодня как и обещал мы первый раз встретились с обигель в спортзале я планирую подготовить ее к соревнованиям поэтому хочу посмотреть как она тренируется что делает сегодня у нее по плану тренировка спины и дельт посмотрим оценим укажем на ошибки если они будут а многие вы знаете делают ошибки когда начинают копировать тренировочные программы про атлетов не важно парни или девчонки а сейчас все вы знаете что даже бикиняшки употребляют фармакологию а тренинг на фарме и тренинг в натурах у это две разные планеты галактики вселенные называйте как хотите тренироваться натуралу так как тренируется про атлет нет никакого смысла кроме перетренированности и даже может быть раз тренированности ничего вы не получите я смотрю первым упражнением обигель выбрала тягу гантели в наклоне естественно она сделала общую разминку походила на степпере но во первых само движение делает она немножечко неверно и я часто замечаю как новички делают эти упражнения на спину практически все и я вам поясню почему в чем ошибка вы увидите и надеюсь исправите во первых упражнение первое не важно что мы с вами тренируем должно быть гормоновыбрасывающим ну базовым назовем так данное упражнение не совсем для этого подходит во вторых видите как она поднимает гантель вверх как бы четко локоть уходит назад но гантель идет вверх а дуга траектория верней гантели должна быть по дуге иными словами вы не должны поднимать гантель вверх вы должны поднимать локоть вверх и назад когда вы делаете это двумя руками легче объясните показать но представьте себе что вы хотите обнять себя сзади локтями и лопатками именно так и должно быть упражнение должно выглядеть движение амплитуда движения должна быть таковой чтобы гантель приходила не как груди а к низу спины почувствуйте разницу то есть поднимаете локоть вверх а предплечье остается направлено вниз не сгибаете его тогда нагрузка будет приходиться именно на широчайшую мышцу но что самое главное тогда и широчайшая мышца может проявить большую силу еще другими словами когда делаете спину всегда отключайте бицепс мысленно ваша рука должна быть расслаблена руки представляете как канаты резиновые жгуты которые просто являются продолжением широчайшие мышцы спины и вы работаете ими но оставляете руки расслабленными это сложно сделать особенно если работать в рабочих подходах с хорошими серьезными весами без использования кистевых ремней почему потому что предплечье пальцы устанут забьются быстрее чем спина по логике да вы понимаете насколько разные крупные и по силе и по размерам эти мышцы поэтому советую когда тренируем спину всегда использовать в рабочих подходах кистевые ремни ну я поправлю эбигель позже в следующем упражнении объясню ей как и что делать и надеюсь вы поняли кто выполнял упражнение точно так же как она ошибку выполнять движение нужно не поднимая гантель вверх а поднимать локоть вверх и назад гантель должна приходить к поясу а не к грудной мышцы тогда все будет замечательно вверху легкая пауза и негативное движение чуть более замедленная чем позитивная это будет говорить о том что вы работаете мышцей они делаете все по инерции под воздействием силы тяжести не забывайте что негативная часть движения это та часть движения которая в основном и приносит нам пользу позитивная конечно тоже но негативная часть движения гораздо важнее всегда пейте воду эбигель как и я пьет бы сашки разведенные воде мне это нравится и психологически как-то подстегивает ведь вы знаете что быца не дают мышцам гореть особенно это нужно тем кто любит кардионагрузки а вы знаете что я против классического кардио никогда его не делайте только для разминки и для заминки для жиросжигания лучше используйте интервальное кардио которая не пережигает мышцы требует гораздо меньше времени но больше усилий как от нервной системы так и от мышечной классическое кардио ребята убивает ваши мышцы и полезно она только химиком только тем кто сидит на фармакологии есть много для натуралов классическая кардио подобно смерти почему потому что долгая монотонная работа приводит к ослаблению иммунитета к замедлению метаболизма а мы как раз таки стремимся к другому да и нам все пытаются внушить другое нет силовая работа только то что приводит к развитию метаболизма причем жиросжигающий эффект силовой тренировки длится еще как минимум 10-12 часов после ее окончания классическая кардио раскручивает ваш метаболизм только на момент выполнения после если оно было долгим и продолжительным она вам только вредит не забывайте всегда убирать за собой гантели и блины вот прекрасное шикарное упражнение которое я люблю делать всегда в начале конечно же после базового упражнения почему потому что данное движение прекрасно наполняет кровью широчайшие мышцы и помимо всего служит как бы хорошая растяжка а вы знаете что я против растяжки между упражнениями и подходами если вы тренируетесь тяжело если вы занимаетесь физкультурой или тренируетесь в стиле пампа то можете это делать смело если вы практикуете силовой базовый тренинг никакой растяжки между подходами никакой растяжки между упражнениями так вот данное упражнение можно выполнять как вы видите в кроссовере есть еще и специальные тренажеры пуловеры наутилус у хаммера есть такие станки тоже очень хорошие и в них прекрасно чувствуется кровонаполнение и растягивающий эффект а растягивающий эффект под нагрузкой это совсем другое чем просто тянуться между подходами не забывайте мой совет не делать это потому что это чревато травмой все эти ошибки мы будем устранять когда начнем заниматься вместе следующую тренировку вы тоже увидите это будет тренировка ног сегодня кстати у эбигель день рождения ей 23 года исполнилось занимается она три года уже и если многие подумали что она всегда была такой худенькой то ошибаются она была полненькой девочкой она покажет фотографии и за три года начала она с изменений в своем питании исключила всякие гадости фастфуды начала тренироваться и сейчас вы видите она в прекрасной форме худенькая и при этом мышечная как вы видите мышцы ее нисколько не портят на видео конечно это не так хорошо видно как в жизни у нее очень хорошо видны все мышцы особенно когда она выполняет упражнения когда напрягается при этом у нее хорошо развиты ягодичные мышцы несмотря на то что она худенькая посмотрим следующий раз на ее тренировку ног а может быть уже начнем тренироваться по моей программе вот пить нужно всегда и между подходами и между упражнениями не забывайте что вода это наше все мы с вами состоим практически целиком из воды и в любом процессе участвует вода как в массонаворе так и для многих это будет откровением в жиросжигании и если вам впаривают какие-то жиросжигатели основываясь на том что они выводят воду из организма то вам только вредят разводят вас хотят просто кинут вас на бабло запомните что как только из жиросжигателей был изъят эфедрин запрещен во всем мире так сразу же жиросжигатели перестали быть жиросжигателями они сейчас термодженики диуретики сами понимаете что это в первом случае они просто немножечко поднимают температуру вашего тела что мы прекрасно делаем с помощью упражнений а во втором случае даже вредят выводят воду из организма и это может быть причиной даже серьезных травм а нам с вами это не нужно запомните что сушка это не жиросжигание и даже не похудение никогда не используйте это слово сушка это та коротенькая часть при соревновательной подготовки выступающего спортсмена которая как раз таки направлена на то чтобы убрать воду из-под кожи это не жиросжигание и когда вы говорите о жиросжигании применяя слово сушка это как минимум смешно и безграмотно данное упражнение также необходимо контролировать как и все остальные не бросать вес то есть негативную часть движения выполнять замедленно а негативная часть движения в этом упражнении когда вы поднимаете рукоятку вверх вот посмотрите какой она была даже животик был небольшой конечно она не была супер толстой но и не такая худенькая как сейчас не такая стройная следующим упражнением мы сделаем тягу в хаммере тренажер типа хаммер но обигали сделает еще один подходик чтобы побольше нагнать крови в работающие мышцы хорошее упражнение но опять-таки повторюсь используйте его вторым движением после базового сразу и можно сделать один два подходика в конце тренировки что тоже будет очень полезно и как растягивающий эффект и как эффект кровонаполнения для работающих мышц тяжело поработавших мышц это будет как бальзам на душу всегда нужно знать когда что применять и главное для чего тогда у вас у нас не будет никаких проблем не только в спорте но и в любой жизнедеятельности смотрю хочет поработать она на переднюю дельту и она это делает используя гантельки между упражнениями получается она тренирует дельты посмотрим как это будет дальше лично я не тренирую переднюю дельту отдельно только когда тренирую медленные правильнее сказать окислительные мышечные волокна не вижу смысла делать это в другие тренировки потому что и в силовые в массонаборные передняя дельта работает очень хорошо в любых жимах будь то жимы для грудных мышц будь то жимы для плеч вот одно из моих любимых упражнений здесь я чувствую свои широчайшие как нигде и бегель начала делать как вы видите тоже сразу же с ошибки тянет груди как идет рука как идет тросик так она и тянет вот сейчас я объясняю что нужно тянуть локтями назад но вниз тогда рукоятка приходит туда куда нужно к низу живота при этом нужно до треска сводить лопатки вместе и ни в коем случае не наклонять голову как это делает и бегель всегда держите голову шею ровненько для чего это нужно а для того что нервная система нервы которые нервируют мышцы поясницы и шеи одни и те же и если вы начнете вот так как она делает наклонять шею голову вперед хотите вы того или нет у вас начнет непроизвольно круглиться поясница здесь это не так заметно как в приседаниях или становых тягах обращайте мальчишки девчонки на это первостепенное значение потому что это грамотная техника а грамотная техника это залог нашего с вами здоровья и когда вам какой-нибудь инструктор или кто-нибудь еще говорит о том что приседание или становые тяги травмоопасные упражнения то это неправда мы сами только можем быть для себя травмоопасны почему потому что если не разминаемся не разогреваемся если не делаем специальной разминки если ограничиваемся только общей а есть умники которые не делают даже общую разминку вот и бегали кстати говорит что она совершенно по-другому почувствовала работу широчайших мышц но это и не удивительно попробуйте и вы и под этим видео оставьте пожалуйста комментарии если кто-то делал неправильно до сегодняшнего дня о чем мы говорили о приседе и остановых тягах так вот ребята эти упражнения ни в коем случае не нанесут вам вреда если вы работаете головой а бодибилдинг это интеллектуальный вид спорта как шахматы если кто-то не думает если кто-то сомневается потому что беспонтовое кидание весов или работа в тренажерах не даст вам ровным счетом ничего только идеальная техника а вот долгое сидение за компьютером или просто на работе за рабочим столом неправильные наклоны постоянное безграмотное питание это убивает наши спины и это является первопричиной наших травм если я для многих открою глаза то пусть так и будет не тренинг вредит вам ребята хотите доказательств поднимите статистику и посмотрите как омолодилась данная болезнь если раньше проблемы с позвоночником начинались у людей после 35 лет то сейчас вы будете в шоке а я был в шоке эти проблемы начинаются в школьном возрасте нужно объяснять почему нужно объяснять почему вы должны следить за своим питанием за питанием ребенка ребенку чтобы вы не говорили он будет копировать и делать то что делаете вы если вы позволяете себе есть в макдональдсе то вы не объясните ребенку что нельзя там питаться если вы курите вы не научите своего ребенка не курить потому что вы будете выглядеть и выглядит так родитель как дебил по-другому не скажешь занимайся собой тогда ваш ребенок будет здоров приходите в школы на родительских собраниях настаивайте на том чтобы после 20 минут сидения за партой учителя поднимали ваших детей на 2-3 минутки это просто необходимо для здоровья посмотрите еще раз напомню статистику какие сейчас молодые ребята получают межпозвоночные грыжи и протрузии но вернемся к нашим с вами тренировкам вы помните мои видео и статьи где я говорю о рейтинге мышечных групп так вот начинать свою тренировочную неделю нужно не с мышц груди для парней и не с ягодиц для девчонок а со спины потому что хорошая мощная крепкая спина залог здоровья всего и это залог выполнения хороших качественных приседаний если девочка наклоняется вперед на приседаниях это говорит о слабой спине то же самое и для парня а если кто-то из инструкторов по своей глупости говорит о том что наклоняться вперед девушкам нужно чтобы сместить нагрузку на ягодицы это полный дебилизм чтобы сместить нагрузку на ягодицы девчонкам да и парням нужно встать широко это первое во вторых носочки должны быть не параллельный а смотреть слегка в стороны и в третьих самое главное нужно глубоко садиться если вы будете садиться в полуприсед то у вас будут расти квадрицепсы парням это хорошо но девчонкам это очень нехорошо у них и так переразвит квадрицепс а бицепс бедра отстает и слабее и меньше а идеальная женская ножка это практически одинаковый бицепс бедра и квадрицепс поэтому помните всегда таких мелочах начинаем тренинг с тренинга спины подобных тренажерах нужно настая настраивать так сам тренажер если есть такая возможность чтобы ручка тоже приходилось к низу спины к низу живота они грудные мышцам невысоким людям это сделать сложнее и конечно же все зависит от самой конструкции тренажера я работал практически на всех фирмах тренажера которые есть подобного типа и скажу что больше всего как неудивительно мне понравился украинский тренажер виспорт тяга хаммер подобное там не знаю либо так случайно совпало либо действительно там такие грамотные биомеханики и кинезиологи что просто идеально тренажер попадает в широчайшую мышцу амплитуда тренажера идеально совпадает с данной необходимостью работы на широчайшую мышцу поэтому если у вас есть возможность то заказывайте приобретайте именно такой тренажер это я сейчас говорю к тем кто собирается открыть свой тренажерный зал в америке к сожалению это сделать практически нереально и тем более не знаю сейчас как обстановка в украине по моему вообще закрыли васил а раз закрыли васил то наверное и виспорт не работает видите как хорошо останавливается делает паузу эбигель это очень хорошо помогает прочувствование работы мышц связи вот этой связь мозг мышца а я знаю что многие из вас стремятся к этому и действительно к этому нужно стремиться но когда вы дошли уже до определенных весов новичка это заботить не должно он просто этого не сможет почувствовать если хотите узнать почему посмотрите мои видео на эту тему или почитайте статьи удел новичка это сила вам просто необходимо как новичку первые два года потратить на силовой фундамент потом вы скажете мне спасибо да и организм ваш скажет вам спасибо потому что классическая бодибилдерская работа об этом нигде не говорится на самом деле негативно сказывается на сухожилиях на связках а силовая работа наоборот она их укрепляет а без хороших мощных сухожилий связок никакая работа никакая большая мышечная масса не появится на вашем теле а если появится из астероидов то вы сами видите что будет практически каждый профессионал получает серьезную травму и не забывайте что но это касается парней что самые большие бодибилдеры это самые сильные бодибилдеры возьмем до самых ярких примера кто это дориан яц и ироник коллиман нет мощнее чем эти ребята посмотрите какими были их не тренировки конечно некоторые принципы отличались кардинально но то что это была работа с огромными сверх человеческими весами это факт девчонкам как и мальчишкам тоже кто направлен на рост мышечных групп должна присутствовать прогрессия нагрузок не бойтесь становиться сильнее девчонки за силой вырастет у вас и масса не может быть по-другому и что самое главное вы не станете мужеподобными просто это нереально сейчас мужики то на мужиков не похоже хотя у них гормоны тестостерона мужские в крови у вас этот гормон просто минимальный и если вы видите девушку мужеподобную то это просто девушка употребляющая фармакологию вот еще очередная ошибка на которую я окажу никогда ни при каких упражнениях когда вы заканчиваете не кладите снаряд с округленной спиной больше всего травм происходит как раз таки не когда вы делаете упражнение когда вы его закончили и неправильно возвращаете снаряд особенно это бывает в становых тягах румынских тягах когда вы делаете подъемы на бицепс контролируйте себя скажу больше вы можете технически грамотно все делать в тренажерном зале но где-то дома в быту наклониться зачем-нибудь неправильно и получить серьезную травму всегда будьте начеку это очень важно для здоровья вашего и для грамотных самое главное продолжительных и результативных тренировок тяга штанги в наклоне одно из моих любимейших упражнений на широчайшие мышцы девчонки попробуйте делать его как раз таки обратным хватом вы почувствуете как работают ваши мышцы вообще даже без веса просто если взять палку лишь бодибар единственное нужно браться поуже и не делать наклона когда ваш корпус параллелен полу это неправильно и это как раз таки травмоопасно лучше всего наклониться до того момента когда гриф штанги будет примерно на уровне коленок и из этого положения тянуть штангу но не вверх а по ногам к низу живота тогда вы будете целенаправленно прокачивать спину причем широчайшая мышца будет получать идеальную нагрузку сверху донизу кто сомневается посмотрите на спину дори анаядца а потом посмотрите какое упражнение у дори анаядца было любимым вопросов не останется девчонкам нужно сосредоточиться на 10 12 повторениях по той простой причине что вам сложнее чисто физиологически психически настраиваться на силовую работу и если для парня 35 силовая работа то для девочек это 7 8 и 10 12 это масса набор если так конечно утрированно говорить а вот сейчас вы видите упражнения пытаюсь обучить и бегель которые придумал я сам и скажу что оно является базовым потому что здесь работает огромное количество суставов ни один не два и шикарно выбрасываются гормоны в кровь единственно нужно научиться выполнять его правильно я наверное сниму отдельное видео об этом чем хорошо упражнение вы попробуйте и почувствуете что все что есть какая мышца есть у вас сзади начиная от голени бицепса бедра ягодичной выпрямляющий позвоночник дельт все работает это очень очень повторюсь хорошее качественное упражнение с которого можно начинать тренировку спины если к примеру вы тренируете спину как и я с задней дельтой и это упражнение можно начинать с дельты вот я сейчас показываю и бегле основные принципы локти должны быть вверху вы не должны махать как птица крыльями вы должны конкретно поднять локоть назад но что самое главное если мы хотим чтобы были задействованы в работу дельты не стоит сводить лопатки вместе лопатки вместе мы сводим только когда качаем грудные мышцы и когда тренируем широчайшие мышцы в любом упражнении на широчайшие мышцы старайтесь сводить лопатки но бойтесь этого как огня когда тренируете дельты иначе в нагрузка будет смещаться с дельт на спину на трапеции нам это не нужно и поэтому контролируйте себя поначалу будет сложно но потом вы почувствуете и ваши дельты скажут вам спасибо кстати это является основной причиной почему многих не растут дельты потому что из-за того что сводятся лопатки вместе нагрузка съезжает и сделаем себе или еще одно упражнение раз она тренирует дельты именно нажим гантели я его посмотрел у гостю не наделу его потому что у меня травмированные плечевые суставы а здесь я могу подобрать себе удобную траекторию при которой я не испытываю боли опускайте гантели до уровня ушей и поднимайте вверх до того уровня когда локти слегка остаются согнутыми для чего это делать просто чтобы нагрузка с дельт не уходила не переходила на трицепсы когда вы тренируете трицепс тогда нужно распрямлять локти полностью и еще не выводите гантельки вперед посмотрите как штангисты делают как только вы подняли руки над головой они должны быть над головой даже можно чуть-чуть назад уводить их то есть подавая корпус вперед хорошее упражнение вы сразу почувствуете и бегаль почувствовала как работают мышцы не соприкасайте вверху гантельки не должно быть соприкосновения и конечно дышите вниз вдох вверх выдох вдох выдох все четко и плавненько негативная фаза более замедленная позитивная взрывная быстрая так мы задействуем максимальное количество мышечных волокон иннервируем мышцы заставляем центральную нервную систему подключаться к работе большее число мышечных волокон а это как раз таки и является бодибилдингом строительством изменением корректировкой фигуры культуризмом называйте как хотите прекрасное упражнение попробуйте его выполнить в 4 5 подходах по 10 12 повторений можно по 15 и не забывайте девчонки оставьте пожалуйста комментарий и об этой тренировке и свои вопросы свои пожелания о чем бы вы хотели чтобы мы больше снимали видео а будут видео и с эбигель и со светланой кто помнит мы проводили с ней тренировку на ноги изменяли ей бицепс бедра все эбигель счастлива что закончилась тренировка не забывайте убирать гантельки на места уважайте себя в первую очередь и уважайте тех кто тренируется с вами в одном зале а также не забывайте что в залах обычно убираются пожилые женщины и им очень тяжело за вами убирать блины и гантели штанги проявляйте сознательность конечно же нужно закончить тренировочку кардио но если в начале мы делали разминку то сейчас эта заминка постепенно постепенно снижайте темп вплоть до полной остановки на любом практически кардио тренажере сейчас есть кнопочка cool down что вам и нужно сделать нажав просто на нью-йорк тренажер сделает все за вас а после сделать дозированную растяжку работающих сегодня мышц заминка после вечера тренировки в бойцовском клубе фанат настасова тихий час полным ходом благодаря советам егора рубановича тренируем разминаем поясницу это на канал на youtube следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их в комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока